Здравствуйте, уважаемые читатели ГУДКа! На Горьковской железной дороге, а точнее в локомотивно-эксплуатационном депо Ленгасова был сформирован и проведен, успешно проведен очередной поезд тяжеловес, груженный углем. Его вес составил 16 тысяч тонн, а длина достигла 2,5 километров. Надо сказать, что на Горьковской железной дороге тяжеловесы формируются не впервые, и это достаточно распространенная там практика. Дело в том, что такие поезда нужны для улучшения пропускной способности северного широтного хода магистрали. Дело в том, что перевозки там в последнее время заметно выросли, и чтобы не было запруженности, чтобы поезда из Урала и Сибири проходили достаточно беспрепятственно на Балтику, и решили как можно чаще формировать вот такие супердлинные поезда, состоящие из более ста вагонов. Надо сказать также, что почин ленгасовцев поддержали и на Северной магистрали, потому что поезд из Ленгасова вели в Шарью, а от Шарьи уже этот тяжеловес вели бригады Северной дороги. Очень длинный состав. Тянули два сдвоенных локомотива-электровоза В-80С, которыми управляли две локомотивные бригады с поддержкой также машинистов-инструкторов. Ну, а на Северной дороге этот поезд провели до Череповца, где его разделили надвое, и дальше уже провели в два поезда, потому что дальше уже пошла Октябрьская железная дорога, и инфраструктура дороги не позволяет тянуть такие большие поезда. Пока что, к сожалению, формирование и проведение таких поездов носит скорее экспериментальный характер, хотя это уже, повторюсь, не редкость. Но, тем не менее, для того, чтобы это стало регулярным, необходимо, во-первых, отдельная подготовка локомотивных бригад, во-вторых, достаточно пологий рельеф местности и более совершенная тормозная система. К сожалению, не всегда эти условия удается выполнить, ну, а также, конечно, и далеко не все станции могут принять такой настолько длинный состав, настолько длинный поезд. Тем не менее, дальнейшее формирование подобных поездов на Горьковской дороге позволит решать проблему пропускной способности. Думаю, что и это, и дальше формирование таких поездов продолжится там и дальше. В Лондоне продолжаются 30-летние Олимпийские игры. Пока у сборной России не так уж и много золотых медалей, но вот вроде бы небольшой шаг вперед сделан. После большого перерыва, фактически через неделю после того, как отличились наши дзюдоисты, золото выиграл еще один наш борец, но уже греко-римского стиля, это Роман Власов, который выступает в лесовой категории до 74 килограмм. Нужно отметить, что это спортсмен молодой, ему всего лишь 21 год, но он уже успел выиграть титулы чемпиона мира, чемпиона Европы, и вот в Лондоне стал и олимпийским чемпионом. Также он, что немаловажно, наверное, является земляком знаменитого, можно сказать, великого нашего спортсмена Александра Карелина. Он тоже сибиряк, и, в общем-то, как Власов рассказал после своей победы, Карелин оказал ему большую помощь в подготовке к Олимпиаде и уже во время самих игр. Стоит отметить также и выступления наших гимнастов. Там есть у нас две бронзы в отдельных видах программы. Мария Пасека выиграла третье место в опорном прыжке, а Денис Аблязин стал третьим в вольных упражнениях. Пока не очень-то ярко выступают наши легкоатлеты. К сожалению, выбыла из борьбы за медали Татьяна Лебедева, олимпийская чемпионка в прыжке в длину. На этот раз она выступала в тройном прыжке, но не смогла пробиться в финальный этап и осталась без медали. И выбыла из борьбы, увы, представительница ЦСКА «Локомотив» Екатерина Мартынова. В беде на 1500 метров она не смогла выйти в полуфинал. Ей всего лишь 0,05 секунды не хватило для того, чтобы пробиться в следующий круг. Но подробнее о том, как выступают наши спортсмены, о выступлении наших штангистов, например, Татьяна Кашириной в тяжелой весовой категории, вы сможете прочитать на страницах нашей газеты. Интервью с председателем Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей читайте в свежем номере ГУДКА. Наверное, нет на железной дороге человека, который не знал бы Николая Никифорова. И в преддверии 60-летнего юбилея мне удалось побеседовать с Николаем Алексеевичем и мы говорили об профессиональном пути, о железной дороге и жизненной ценностях. Как он и сказал, начинался его профессиональный путь с маленькой станции на Кузбассе, но о железной дороге с детства он не мечтал, хотел быть военным моряком, как его отец. Но когда пришло время делать выборы, так получилось, что посоветовали, что есть такая хорошая, надежная профессия – железнодорожник. Так он оказался в Новосибирскому институте инженеров транспорта. Почти сразу его назначили старостой группы, и началась его общественная деятельность. После института оказался на Беловском отделении Кемеровской железной дороги, где его направили на станцию «Артышта-2», дежурным по посту централизации, и потом стал дежурным по станции. Отработал ровно год, был переведен начальником станции проекта, работал на все более и более крупной станции. Как рассказывает Николай Алексеевич, перемещение, передвижение всегда воспринимался совершенно нормально и понимал, что это карьерный рост. Но потом было предложено перейти в Кемеровский обком партии. И, конечно, он был не в восторге от этого предложения, никак не планировал свою жизнь связывать с партийной работой, но отказаться тоже было неудобно. А потом перешел и на профсоюзную работу. Так получилось, что он сразу решил бороться с формализмом в этой системе, усилил требования, предъявляемые к председателям профсоюзных организаций, повысил их ответственность. И, хотя на начальном этапе это было встречено в штыки, ему удалось выстроить определенную систему. Профсоюзные организации начали выходить с инициативами, регулярно встречаться с членами профсоюза. Николай Алексеевич рассказал о своем участии в знаковых для отрасли событиях, разработке и принятии первого отраслевого соглашения, объединения Кемеровской и Западно-Сибирской железной дорог. По его словам, чтобы сделать карьеру на железной дороге, нужно иметь представление об этой системе и поработать нужно везде. Он рассказал, что перезжал 8 раз, но по железнодорожным меркам это еще мало. Говорили мы с ним не только о работе. Он рассказал о своей семье, своих увлечениях, а оказалось, что это крайне разносторонний человек. К сожалению, свободного времени практически не бывает. Но если вдруг немного появляется, Николай Алексеевич старается проводить его активно. На отпуск, само собой, с семьей. Здравствуйте! Сегодня на второй полосе Гудок публикует рейтинг пригородных компаний. Традиционно раз в месяц мы даем показатели эффективности работы, которые учитывают не только сами пригородные компании, но и дирекции моторогонного состава, пассажирских обустройств, доступ к инфраструктуре и прочие показатели. И рейтинг разбит по дорогам. Сегодня у нас в лидерах Восточно-Сибирская железная дорога, которая вышла на первое место благодаря, безусловно, поддержке регионов, которые воплощают компенсацию убытков, а также высокому качеству обслуживания пассажиров. На втором месте Московская дорога. Напомним, что по итогам первого квартала Московская дорога была в лидерах, но большой рост жалоб передвинул дорогу на место ниже. А зато на третьем месте Западная Сибирская дорога, которая как раз отличилась, наоборот, резким сокращением количества жалующихся пассажиров. Что касается Октябрьской дороги, та с восьмого места переместилась на четвертая и также показывает высокую эффективность. И несмотря на отсутствие компенсации от регионов, здесь доходы превышают расходы. Ну а последние места рейтинга разделили между собой предприятия, работающие на полигонах Северной, Юго-Восточной, Южно-Уральской и Забайкальской железной дороги. Редактор субтитров А.Семкин